МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, мошенники! В Калининграде лжепродавцы обворовывают пенсионеров. Секонд-хенд, отель и логово Человека-паука. Что нашел днежурный по городу в подвале на улице Киевской? Где, как и, главное, с кем провести ближайшие выходные, знают корреспонденты Первого городского. Хип-хоп-исполнитель протестировал на себе холодную воду Балтики. А что еще обсуждали калининградцы сегодня в интернете? Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Мария Лукьянова. И главной теме. Калининградских пенсионеров атакуют мошенники. Под видом продавцов дешевую бытовую технику они выдают за дорогой товар. Промышляют лжеторговцы на улицах города и даже не стесняются заходить в квартиры. На удочку горе-предпринимателей уже попались десятки горожан, в том числе 86-летняя пенсионерка. За массажер стоимостью в 1500 рублей бабушка выложила 7 тысяч. Тему продолжит моя коллега Светлана Федорова. Звонок. Я уже на пороге. И она вот мне начинает эту лекцию читать, как вот я вам читаю. Ну что мы стоим? Давайте пройдем комнату. Просто выпихнула она меня. Выпихнула. Единственное, что я сказала, как вас зовут? Варвара. Какая она там к себе? Варвара. Бандитка и жулик вор. Она пришла старую старуху, 100-летнюю. Мне же вот 87 лет. 23 апреля будет. Но устроить себе праздник на день рождения Анна Захаровна теперь не сможет. Большую часть сбережений она отдала за эксклюзивный массажер. Цена удовольствия 7 тысяч рублей. Приобретение пенсионерка из-за своего нервного состояния уже успела потерять. И сейчас Анну Николаевну радует только одно, что из шести предложенных ей вещей, а это и набор ножей, и мультиварка, и другая кухонная утварь, ее уговорили только на одну покупку. Они умеют так делать. Они умеют так делать. Что у меня вот тоже так, который твердо стоит, вот тебе, пожалуйста. Мне, разе можно? Мне, во-первых, лекарства дорогие. Теперь ремонт. Мне каждая копейка нужна. Я сижу, хлеб, соль и вода, экономим каждую копейку. Как позже стало известно, реальная стоимость массажера – 1500 рублей. Директор магазина бытовой техники Игорь Граевский предупреждает всех. Представители сети не занимаются продажей товаров вне магазина. И уж тем более не ходят с ним по квартирам. С такой схемой мошенников он, кстати, столкнулся впервые. Очень часто они приходят, очень дерзко себя ведут. Были стычки с тем, что они просили не заполнять гарантийные талоны. Купает очень много. По последним данным, у них существует карта скидок нашего магазина. Когда мы прослеживали все продажи, порядка 40 массажеров они купили у нас уже в компании. Ну и, соответственно, сделать можно выяснить, сколько они продали на улице уже. Последнюю продажу сотрудники магазина зафиксировали вчера. Поэтому не исключено, что группа мошенников продолжает промышлять на улицах города. К счастью, камерам видеонаблюдения удалось запечатлеть подозреваемых. Их оказалось трое. Две молодые девушки на виду около 25 лет и мужчина примерно того же возраста, крепкого телосложения. Расследование сейчас проводят и сотрудники ОМВД. Полиция рекомендует калининградцам и жителям Калининградской области не идти на поводу у мошенников, соблюдать меры личной безопасности. В общественных местах не покупать у подозрительных граждан и незнакомых какую-либо технику. Лучше это делать в специализированных магазинах. Всех, кого успели обмануть эти люди, правоохранители, просят сразу обращаться к ним. Анна Николаевна заявление в полицию уже отнесла. И, как сама призналась, после этого случая больше не подастся ни на какие уговоры. В октябре прошлого года, к слову, в городе действовали похожие мошенники и обманывали также пенсионеров. Заманчивыми рассказами вынуждали приобретать наборы посуды, якобы известные во всем мире марки. И, как тогда рассказывали потерпевшие, их буквально гипнотизировали. По словам психологов, самая доверчивая категория граждан – это люди пожилого возраста. Они легче других поддаются уговорам, чем и пользуются мошенники. Скрывая за красивой упаковкой и разговорами. Совсем не то, что ожидает увидеть счастливый покупатель. Светлана Федорова, Юрий Жуков, служба новостей «Город». И к другим темам. Нет детского кресла – оплатите штраф по-взрослому. В этом году нарушителей насчитывается уже 145. Нерадужная статистика легла в основу акции ГИБДД, которая прошла сегодня на дорогах Калининграда. В автомобильном кресле с первых дней жизни. Прямо в роддоме инспекторы вручили молодым родителям автокресла. В ГИБДД отмечают, что обычная система безопасности авто не рассчитана на защиту маленьких пассажиров. Поэтому с 2007 года при перевозке детей до 12 лет обязательным является использование спецкресел. Это должна быть пластиковая жесткая конструкция, не должно быть бескаркасных кресел. Если это маленький ребенок, то оно должно регулироваться. Если это уже возросли ребенок, то оно будет непосредственно уже такого плана, который будет для сидячего образа. Автокресла сегодня также вручили будущим мамам и родителям-водителям. Сотрудники госавтоинспекции несут службу у детских садов, школ, других детских учреждений, где проверяют наличие у водителей детских кресел. А тем, кто не встретился на пути ГИБДД, полиции напоминают, за неправильную перевозку детей придется заплатить штраф в 3000 рублей. Дежурный по городу продолжает следить за порядком во дворах и подъездах. Сегодня Павел Яркович отправился на улицу Киевскую 95. Давайте посмотрим, какие нарушения он там нашел. Здравствуйте, это Дежурный по городу. И сегодня мы приехали на улицу Киевскую 95 по просьбе одного из телезрителей. Он пожаловался нам на то, что здесь нет абсолютно детской площадки, парковки и плохое состояние дома и подвалов. Давайте разбираться. Жители подвалов с радостью пригласили нас в гости и заверили, что там сухо. Но мы были вынуждены отказаться, поскольку наше расследование не ждет. А вам там удобно жить? А там не затоплено сейчас, нормально. Нормально? Да. А можно с нами туда? Ну давайте, поедем только осторожнее. Мы дверь закроем за вами? Да, да, конечно, закройте. После этого мы спросили у наземных жителей, что все-таки происходит в подвалах. Там все затоплено. 30 лет мы живем здесь. Там постоянно вода. То ее выкачают, то она опять... Там все прожавело, это надо им ремонт делать. Вот в этом гадам, которые с нас деньги обдирают, а ничего не делают. Ничего не делают. Эту компанию разгонять надо. Покажите меня по телевизору. По просьбе одной из жительниц этого дома я надел все-таки сапоги. И сейчас мы посмотрим, какая обстановка находится в подвале. Надеюсь, мы не утонем. Кстати, здесь находится очень много вещей. Мне кажется, что этот небольшой секонд-хенд от жителей другого подвала. Воды здесь не так много, как мы ожидали. Наверное, потому что земля все впитала. Здравствуйте! Вы находитесь в нашем отеле Гранд Денищи. У меня появилась отличная идея. Тинь! Пойдемте смотреть наши номера. Ну что же, посмотрим на наш первый номер. Как вы могли заметить, в номере 95 жил Человек-паук. А это наш второй номер. Как вы могли заметить, он более обставлен. В нем есть телевизор. Работники управляющей компании большие молодцы. Потому что они знают, что все познается в сравнении. Они поставили здесь новые трубы, но не убрали старые. Небольшая увертюра. Мэри Поппинс, до свидания. После того, как мы вылезли наружу и увидели белый свет, нас встретил один из жителей этого дома. И провел небольшую экскурсию, но уже по подъезду. Мы решили отправиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом на улице Киевской, 95. Там уже в подъезде ремонт, где вот это лет так 30. Причем здесь управляющая компания. Ребят, по этим вопросам обращайтесь в министерство строительства. Пускай придумают новые нормальные законы. Возы по мне не так. И первоначальные вопросы задаваться должны были директору, управляющему торгового дома «Агринвест». Вся сырость та, которая там произошла в доме, и не сохнет. Только из-за того, что этой пристройкой универмага он нарушил дренажную систему. Все. Война с ним идет уже несколько лет. Управляющая компания бессильно что-нибудь разделает. Это был дежурный по городу. Управляющая компания просто разводит руками и говорит, что они бессильны в этом вопросе. Павел Яркович, Юрий Жуков, Служба новостей, город. Выходные в городе и области обещают быть теплыми. Метеорологи уверяют, снега и дождя ждать не стоит. Это значит, что ближайший уикенд нужно провести с пользой. А как, расскажем далее. Реальная униформа солдат, свист пуль и рвущиеся снаряды. Все как в апреле 45-го. Масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная штурму Кенигсберга, в эту субботу развернется на форте номер 3. Стать частью исторического события может любой желающий. Абсолютно бесплатно. С 12 часов дня. Попробовать себя в роли народного умельца и научиться росписи по дереву легко. В субботу 4 апреля всех желающих научиться исконно русскому ремеслу ждут в музее Янтаря. Для детей там приготовили беспроигрышную шоколадную лотерею. Также гости смогут посетить и постоянную экспозицию музея. Начало мастер-класса в 14.00. Торопитесь, количество билетов ограничено. Для тех же, кто хочет провести выходные на свежем воздухе, прекрасный праздник приготовил конезавод «Георгенбург». Первый стопоконкуру начнется 4 апреля в полдень в городе Черняховске. В программе 4 заезда. Закончится праздник в 5 часов вечера. Вернуться в зиму на один день предлагают в Светлогорске. Массовые катания на коньках начнутся в воскресенье 5 апреля в Фоке. Всех желающих с наточенными коньками ждут с 12 дня до 8 вечера. Стоимость билета для взрослых 150 рублей в час, для детей 100. Спектакль о любви на расстоянии, о боли, потере и чуде. Драмтеатр в это воскресенье приглашает всех на постановку «Валентина в день». Свои двери театр распахнет в 6 часов вечера. Цена билетов от 300 до 900 рублей. Хороших вам выходных! Смотрите во второй части нашего выпуска. Поездка в Германию и Польшу отменяются. В понедельник генеральные консульства будут закрыты. Хип-хоп-исполнитель протестировал на себе холодную воду Балтики. А что еще обсуждали калининградцы сегодня в интернете? Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Летать в Европу станет дешевле, но некоторые консульства в это время работать не будут. Об этих и других не менее интересных новостях расскажем далее короткой строкой. Увеличилось число бюджетных авиарейсов из Вильнюса и Каунаса. Из Каунаса весь год самолеты будут летать на Мальту, Бирмингем, три аэропорта Лондона, Шаннон, Осло, Дублин и Бристоль. А из Вильнюса летом и зимой можно будет попасть во Франкфурт, Мадрид, Осло, Дублин, Ливерпуль, Лондон, Бремен, Париж, Милан, Барселону и Рим. 4 апреля ГИБДД проверит техническое состояние калининградского такси. Госавтоинспекция также выяснит, проходят ли водители медицинский осмотр перед выходом в рейсы. В понедельник, 6 апреля, в Калининграде не будут работать Генеральное консульство Польши и Германии. Выходные дни связаны с празднованием Пасхи. В этом году Католический мир отмечает ее 5 апреля. На параде Победы 9 мая по Калининграду проедут мощные ракетные комплексы Точка М и С-30. А во главе колонны впервые появится легендарный танк Т-34. Сейчас техника находится на аэродроме в Хараброво. Там проходят тренировки водителей. Сегодня стартовал прием заявок на конкурс по застройке комплекса «Рыдная деревня-2». К участию приглашаются профессиональные архитекторы с высшим образованием. Победитель получит 500 тысяч рублей. Конкурсные работы можно подать до 23 июня. Направлять заявки следует по адресу, который вы видите на своих экранах. Соревнования для настоящих мужчин. В области прошел чемпионат среди лесорубов. В нем приняли участие 14 сильных и отважных профессионалов. И, как оказалось, скорость прохождения здесь далеко не главная. Бревно распиливают в два подхода. Важна аккуратность. Сначала снизу до красной линии, затем верхнюю половину. При этом спил должен быть максимально гладким. А ширина от пиленной части не должна превышать 8 сантиметров. За нарушение штрафные баллы от судей. Верить в свои руки. Верить в мощь. Крепо держать ее, не упускать. Продолжение моей руки. Вот ширина, последний даже зубик, я учусь в этом пальце. Однако скорость в их деле все же важна. Профессионал должен уметь быстро менять цепь и собирать пилу. У лучших на это уходят считанные секунды. А вот самым сложным этапом считается валка дерева. В этом конкурсе его необходимо повалить так, чтобы оно упало точно в цель. В данном случае на деревянный колышек. Далее обрезка сучьев. В испытании необходимо проявить ювелирную точность. Ветки необходимо спилить гладко и при этом не повредить ствол. Но при всем азарте главное все же не навредить себе и окружающим, признаются организаторы. Во-первых, мы сразу же вносим престиж этой профессии. Сам профессионализм и популяризация данного вида. Потому что это в принципе специальность, она с повышенной опасностью. Как на валке леса, так и работать с бензопилой. Главный приз – новая бензопила. Также победа в региональном чемпионате дает право поехать на всероссийские соревнования, которые пройдут в июле. Как коллекторы портят жизнь калининградцев и куда первым делом отправился российский хип-хоп-исполнитель L1? Ответы узнаем от пользователей социальных сетей. Коллекторы не на шутку портят жизнь мирных людей. Надпись «Долг» появилась на автомобиле калининградки. Ответ от владелицы поступил незамедлительно. Спасибо банку «Авангард» за дизайн. Кредит не брала. Ливан Горозия, более известный как российский хип-хоп-исполнитель L1, посетил наш город в рамках своего тура «Все или ничего». Помимо концерта в Калининграде, артист протестировал на себе холодную воду Балтики и посетил баскетбольный матч. Находчивость калининградцев изумляет. Во дворе на Сельме автовладелец зарядил аккумулятор своей машины прямо из собственной квартиры. Причем расстояние в сотню метров водителя явно не смутило. Физика на грани фокуса. Папа Анны Сянниковой дает уроки научного волшебства. С помощью пылесоса и теннисного шарика он пытается объяснить детям простые законы физики. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». А теперь настало время и вам поделиться своими историями. Наш эфир продолжит ваши хорошие новости. Дети у меня родились? Двое, мальчика и девочка. Смотри, какая погода же вообще замечательная. Снега нет, дождя нет, это уже хорошо. Мы купили машину, смотри-ка, большая машина. Покажите эти машины, смотрите, что делать. Какая хорошая новость. Покупили машину. Все здоровы, все счастливы. Вот на учебу иду, дай бог, не сдам. Может, в зарплату? Внуки, дети. А так? Ну и погода сегодня ничего, солнечная такая. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...